На факультете журналистики МГУ учатся около трёх тысяч студентов. Отвечая на вопрос о том, как они проводят своё свободное время, многие сетуют на то, что, в отличие от главного здания МГУ, в родных факультетских стенах не так много возможностей для проведения досуга. Мне до ГЗ ездит далеко, да, и я думаю, многим студентам тоже. То есть тем, кто не живёт в общаге, тот, кто живёт далеко от Ленгор, весьма проблематично туда добираться. Я бы, например, проголосовала за то, чтобы был здесь театр, и КВН тоже как-то более активно развивался. Факультет творческий считается, а кроме обучения ничего пока творческого у нас не было. Зато в главном здании МГУ возможностей для студентов проявить себя более чем достаточно. Здесь есть широкий выбор досуга на любой вкус. Так чем же привлекают студентов те или иные коллективы? Мариана с детства мечтала стать актрисой и даже думала поступить в театральный вуз, но решила выбрать менее романтичную профессию. Она поступила на факультет глобальных процессов МГУ. Но уже с первого курса стала заниматься в университетском театре «Мост». Это жизнь называется. Это вот без чего бы я не смогла. Просто учиться – это скучно. В общежитии ДСВ идёт репетиция спектакля по пьесе «Словомиром» Рожика «Вдовы» постановка театральной мастерской Ирины Лаптевой. Она посвятила всю свою жизнь студенческому театру. Её воспитанники поставили за 15 лет более 20 спектаклей. Те, кто к нам приходят первый раз, они занимаются в основном по субботам и воскресеньям, занимаются актёрским мастерством, занимаются пластикой, сценической речью, ну и постепенно входят в спектакли. Для тех, кто увлекается восточной культурой, была создана студия индийского танца «Сарасвати». Для того, чтобы начать заниматься этим танцем, не требуется какой-либо специальной подготовки. Однако необходимы пластичность, чувство ритма и хорошая координация движений. Получаешь ощущение счастья вообще от того, что чем ты занимаешься и что этим занимаешься более-менее серьёзно. И что хочешь что-то достичь, чего-то, и пытаешься совершенствоваться как-то. Это всегда полезно, по-моему. Грация МГУ – самая крупная студенческая школа-студия бального танца Москвы. В ней обучают практически по всем танцевальным направлениям от классики до модерна. Танец – это какое-то проявление свободы. Можно себя более полно выразить и в гармонии с музыкой. Заряд положительных эмоций и просто позитив. Ну да, я тоже согласен, но я ещё скажу, что это хороший спорт. Что касается спорта, то с ним проблем на факультете журналистики как раз не возникает. Здесь есть различные спортивные секции, в числе которых настольный теннис, волейбол, баскетбол, йога. Но о театре или бальных танцах остаётся только мечтать. Руководство факультета склонно оставить вопрос организации творческого досуга самим учащимся. Прежде всего это зависит от самих студентов. На нашем факультете достаточно проявить инициативу и быть готовым немного её поддерживать для того, чтобы всё получилось. Декан Елена Леонидовна Вартанова подчёркивает, что творческий досуг крайне необходим, и факультет сделает всё возможное для его организации. Хочется, чтобы отдых студентов в этом здании был максимально приятным. И сводился не только к посещению кафе или библиотек, но и помог студентам лучше узнать друг друга. Ведь когда мы организовываем досуг для большого числа студентов, сами студенты смотрят друг на друга совсем другими глазами. Поэтому мне кажется, что мы будем искать в дальнейшем возможные, приемлемые для учебного процесса формы, но досуг на факультете тоже необходим. Руководство факультета готово рассмотреть инициативы студентов. Однако уже давно никаких конкретных предложений в деканат не поступало. Студенческие организации пока хранят молчание, а театр, хор и танцевальная студия Шурфака остаётся не более чем пожеланием некоторых студентов. Татьяна Молоткова, Анита Гулынина, Шурфак МГУ. Субтитры создавал DimaTorzok